Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Горячая линия» и ее традиционно по средам ведущий Андрей Острев. Мы с вами прожили тяжелый год, сложный год, год, может быть, кто-то разочаровался, кто-то нет. Мы старались все время освещать деятельность нашей муниципальной власти, которую мы избрали и которая делает все по-новому. Как по-новому вы видели из цикла наших программ, мы практически уже год с вами. И, надеюсь, в следующем году мы будем продолжать освещать деятельность муниципалитета и мэра в частности. Сейчас мы ожидаем прихода Александра Сенкевича, а пока со мной в студии и мой коллега, и соведущий Игорь Пох. Добрый вечер! Добрый вечер! Давайте с вами пока мы ожидаем мэра, который занят непосредственно вопросами подготовки Нового года, потому что оказалось дело хлопотным, поговорим о том, что у нас, как вы считаете, Игорь, что у нас в городе изменилось на ваш субъективный взгляд? Что вы считаете, сделано было хорошо, что плохо, что не сделано, в чем вы разочарованы, чем очарованы, если есть такое? Ну, скажу так, что не хотелось бы говорить в канун Нового года о каких-то, скажем так, не очень позитивных вещах. Все-таки я и свои радиоэфиры, и вообще мы программы свои пытаемся строить на каких-то перспективных вещах, да, то есть на перспективу, на более позитивных вещах, потому что негативная информация просто зашкаливает со всех сторон. Поэтому о негативе я говорить постараюсь не буду, ничего не буду говорить, а из позитива, ну что мы видим, в городе дороги делаются, строятся, делаются, да, ремонтируются, вернее, так будет правильнее говорить. Причем в тех местах, в которых еще не скупала нога асфальтового кладка. Очень мощно, это можно относить к деятельности городского головы, можно относить не к деятельности городского, есть факт ремонта дорог, это уже огромное значение имеет. Опять же, это можно не замечать, но основное количество, но пользоваться, с большим удовольствием. Освещение. Вопросы освещения городских улиц в этом году тоже, ну скажем, если не поражают, то удивляют своим масштабностью. Масштабностью, да. А я бы больше еще добавил, мне очень понравилось, все-таки я уже в одном из эфиров говорил, в одном из эфиров о том, что вот мне очень понравились вот эти новые, совершенно потрясающие освещения пешеходных переходов. Вот эти вот LED-лампы, которые над пешеходным переходом. Светодиодные, да, очень яркие. Очень яркие, более того, они освещают каким-то таким образом интересным, что, во-первых, это очень хорошо видно, видно водителю, который едет и пешеход не теряется, скажем так. А, ну, все мы знаем этот печальный случай, когда во время разметки были там, были сбиты 4 рабочих, которые наносили эту разметку. И действительно, вот, как бы, все-таки вопрос вот этого освещения, он стал очень актуальным прям. И, собственно говоря, надеюсь, что и в будущем, кроме того, там перегон был освещен, который... Шаркопайский перегон, да. Да, это было тоже достаточно большое, большое свершение. Очень многие, кстати, автолюбители, назовем это так, водители транспортных средств отметили с большим удовольствием, ну, в социальных сетях это было очень заметно, как раз вот освещение светодиодное вот Шаркопайского перегона, потому что он всегда был темным. И, ну, опасное место такое было и так далее. То есть это реально, реально видно. Вот, как бы это ни звучало тавтологией, это видно. Еще видно, я хочу обратить внимание, вот, если вы сейчас едете по проспекту Центральному, вы замечаете о том, что со столбов поснимали эту рекламу. Очень много рекламы было снято, особенно с центральных улиц, на Садовой были демонтированы многие вещи. Собственно говоря, то есть, как бы, город, ну, скажем, начал казаться городом, а не засилием облепленных чего-то. Хотя сложно это далось, и та же самая история и с будками, и среди прочего хочу отметить, например, то, что вот город в этом году, вот, ну, коснулась каждого, это установка тепловых счетчиков. Ну, каждый из вас знает, наверное, или сталкивался с этой установкой, как это все выглядело. И, собственно говоря, город на себя взял, понимая, что не справляется, как бы, смежной организации, взял практически на себя эту всю функцию и с успехом... За средства бюджета. Да, за средства бюджета, да, и выполнил ее, в принципе, на 100%, единственный вопрос, это который, ну, как бы, не смог, не смог, как бы, до конца быть освоен, это то, что не все счетчики были подключены во время, но я надеюсь, что все подключится. Ну, перерасчет делали. Кстати, к нам сейчас присоединился Александр Федорович. Александр Федорович, прошу вас на ваше место. Присаживайтесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы говорили, мы сегодня решили сделать такую итоговую программу, потому что, собственно говоря, ну, мы начинали с вас этот цикл, и, собственно, вам, наверное, в этом году есть что рассказать о действиях муниципальной власти. И вот мы сейчас обсуждали о том, что сделано, что заметно людям, что действительно люди, ну, возможно, оценили, возможно, кто-то как должное. Вот давайте поставим вопрос вот таким образом. Александр Федорович, как вы считаете, что вы считаете большими своими победами, и что вы считаете то, что можно было сделать лучше? Вот мы сегодня позитивный ключ выбрали. Ну, во-первых, я хотел поблагодарить вас за приглашение на передачу сегодняшнюю, сделал все, что мог, чтобы на нее попасть. Честно говоря, очень напряженный график предновогодний, и уже будучи, скажем так, не совсем здоровым последние две недели, все равно нахожусь на рабочем месте. Только что я вернулся в запуск лифта на улице передовой 52D, кажется, так адрес называется. Лифты в этом доме не работали практически 20 лет. 18 или уже люди не помнят, что такое, когда они были. То есть это все люди с накачанными ногами? Ну, вы знаете, это на самом деле, с одной стороны, радостное событие было, с другой стороны, грустно, потому что я уже говорил о том, что на этой встрече сегодня, о том, что лифт, это не просто какая-то роскошь, да, особенно в девятиэтажном доме, а это просто необходимость. И на последнем этаже, на девятом мы поднялись, и там написано, стучите, на звонке наклеена бумага, написано, стучите, маленький ребенок может спать. То есть это означает, что на девятый этаж таскала семья ребенка, коляску и все вместе с ним взятое, сумки, еду и так далее. На встрече было очень много людей пенсионного возраста, и я понимаю, что эти люди ежедневно поднимались, передыхая там на вот этих вот переходах лестничных, для того, чтобы, ну, скажем так, существовать. И таких лифтов, которые стоят более десяти лет, в Николаеве у нас было на одиннадцать. В этом году мы реализовали одну из программ, если вы говорите об успехе, это мы запустили на сегодняшний день семь из одиннадцати лифтов, и еще четыре лифта находятся уже в процессе сдачи в эксплуатацию, сегодня-завтра они будут сданы. То есть Новый год, Новый год можно отметить всеми родственниками. Да, я по большому счету считаю, что они уже сданы, эти лифты, ну, их уже приняли в эксплуатацию, мы будем оплачивать сегодня, там, завтра они будут оплачены уже. Но мне показали, в каком они состоянии, то есть там откосы у лифтовых дверей еще не до конца высохли, и я принял решение пока не запускать лифты, потому что пускай все высохнет, пускай все возьмется, пускай будет все нормально, и мы, вот может быть, в этот межновогодний момент между Новым годом и Рождеством сделаем вот такое открытие этих лифтов. И, казалось бы, тоже открытие лифтов, парадокс, что праздник какой-то, это вообще, ну, в цивилизованных странах бы смеялись бы, городской голова говорит в прямом эфире об открытии лифтов. Но на сегодняшний день подумать надо о жителях, в домах которых этих лифтов не было, и они страдали все эти годы. Ну, страдали в полном смысле этого слова. Есть дом, в котором 25 лет не было лифта, 22, 19 и так далее. В следующем году мы хотим запустить лифты, которые стоят больше пяти лет. И я думаю, что, тут можно говорить много о, скажем так, о удачах, о неудачах. Думаю, что в этом году, учитывая то, что бюджет был принят в конце, ну, в начале мая, можно сказать, нам очень многое удалось сделать. И некоторые вещи мы, конечно же, не сделали и не будем делать, как там прокладка дорог в холодное время года, как устранение, ремонт некоторых тротуаров. Ну, подеплеет, мы продолжим это все делать. Для меня вот в этом году основными направлениями было приведение в порядок хотя бы части автомобильных дорог в городе Николаеве, чтобы можно было перемещаться нормально, не ломая свои ходовые, своих автомобилей. Второе, освещение. Мы говорили как раз только что об этом, да. О том, что освещение, это не просто возможность видеть, идти ночью, это и, скажем так, отсутствие криминальной составляющей, это и эстетично, то, что в этом году мы сделали очень много освещений парков, причем парки мы освещали лет светильниками, сейчас вот мы их тоже, они некоторое время светились, потом в качестве, ну, в тестированном, в тестирующем режиме. Сегодня мы их сдаем также в эксплуатацию, и они начнут нормально функционировать. Причем весь парк, который освещается LED-лампочками, забирает столько же электроэнергии, сколько забирает два обычных уличных фонаря, те, которые такие большие. А какие парки, уточните? Это парк героев, юных героев, это возле ДК строителей, это Манганаровский парк, тот, который все еще любят называть сердцем города, хотя я, не считая его сердцем города, думаю, что сердце города, это люди, которые в нем живут, а в камень сердце нельзя заковать. Это Аркасовский сквер, который находится, Пушкинская, Никольская, Адмиральская. Это сквер, который сейчас уже идет, тоже запускается в Корабельном районе, который мы освещаем. Ой, ну сейчас я не вспомню. Ну, в общем, много достаточно. На сегодняшний день мы стараемся использовать, это, конечно, дороже, но если это новое строительство, если это новые светильники, новые столбы, то мы устанавливаем LED-освещение. Многие могли обратить внимание, что мы подсвечиваем небезопасные пешеходные переходы. Мы тоже это обсуждали, очень здорово. Нужно отметить, что данное, вот, это сделано за внебюджетные средства. То есть это сделано средствами, ну, скажем так, филантропов, людей, которые любят свой город, в том числе уже погибшего Влада Домбровского, который трагически попал в автокатастрофу. Он, будучи бизнесменом городским, инвестировал в это, ну, просто, как бы, делая то, чтобы люди могли сохранить свою жизнь. Перегон, который всегда был местом гибели людей, на моей памяти, за последний год, по-моему, двое или трое человек сбило нас, сбили насмерть. И когда меня спросили, не много ли это, 5 миллионов на то, чтобы осветить перегон, ну, потому что там под станцию устанавливали, все эти столбы, я сказал, если хотя бы одна жизнь будет спасена вот этими освещениями, то он уже, этот перегон, окупился. Но, с другой стороны, у нас далеко идущие планы, а именно в следующем году мы планируем разработать проектно-сметную документацию на то, чтобы использовать, и столбы были установлены именно такие, с расчетом того, что мы будем устанавливать. Хочу я, как проект, сделать в 2018 году реализацию троллейбусную линию от площади Победы, на кольца площади Победы, до кольца на Гагарина, не на Гагарина, на Жукова. Вот, и в следующем году мы также планируем продолжать вот это освещение. В следующем году мы продолжим также работу, приводить в порядок дорожное покрытие. Очень надеюсь, что из таких вот объектов социальной сферы мы запустим, и хотелось бы, я не могу сегодня говорить, что да, да, точно, но хотелось бы 36-ю школу в 1 сентября пустить детей, отреставрированную, приведенную в порядок. Есть еще много, вы знаете, на память сейчас сразу так и не придет, но очень много интересных проектов, которые бы хотелось бы реализовать. И, конечно, параллельно мы будем продолжать ремонтировать внутриквартальные проезды, ремонтировать крыши, подвалы текущие. Из глобальных проектов, важных для города, это прием в коммунальную собственность Облтеплоэнерго. Это теплогенерирующая организация, которая на сегодняшний день, город, мы просто как получатель услуг, но никак не, скажем, кто-то, кто мог бы диктовать условия или развивать это предприятие. Ну и, в общем, огромное количество планов, которые бы хотелось реализовать в рамках имеющегося бюджета, этот год был сложным. Был сложным, потому что, откровенно говоря, не было консолидации депутатского корпуса и с городской головой, мы все время находились в каком-то таком... В жестком клинче. Да, в жестком клинче. Действительно, и некоторые вещи имели под собой какой-то логический характер, и другие имели политический характер. На сегодняшний день в городе Николаеве принят бюджет, принят бюджет развития. И я считаю, что это неплохой показатель того, что через год наконец-то пошла какая-то консолидация. И очень надеюсь, что следующий год у нас будет просто рабочим годом, в котором мы будем работать, исправлять свои ошибки. В работе каждый из нас, я думаю, получил какой-то опыт. И, скажем так, научились уже по окончанию года каким-то правилам работы с бюджетными средствами. Когда мне говорят, что эффективно ли, неэффективно ли мы использовали бюджетные средства, я считаю, что идеальным быть невозможно, к идеалу можно стремиться всю жизнь. С другой стороны, когда я слышу то, что бюджетные средства, вы, значит, неправильно, если вы разместили их на депозите, я просто считаю, что люди немножко не разбираются вообще финансово. Ну, начнем с того, что это просто история, грубо говоря, такая вот как политтехнология, можно сказать, что это такая была прокачка такая. Ну, вас целый год прокачивали в разных ракурсах. У меня к вам тогда, вот вы говорили о консолидации, вот о консолидации, да? Скажите, вот сегодня готов депутатский корпус в какой-либо конфигурации эффективно работать на благо города, не отстаивая свои какие-то интересы старой системы, я это так называю. Ну, депутатский корпус, на самом деле, это же люди. То есть депутаты это обычные люди, которые, имея специальную общественную нагрузку, прилагаются усилия к тому, чтобы там правильно распределять землю или правильно там приватизировать коммунальные объекты, или правильно распределять бюджетные средства. Меня трудно сравнить с депутатами, потому что я на работе. То есть я как исполнитель работ, есть клиент горожане города Николаева. Люди, которые работают со мной, это сервисная организация. И сравнивать работу городского головы с его приниманием, то есть решения, которые принимаются в городском совете, они групповые. То есть коллективные. То есть это коллективная безответственная. То есть как бы ответственность принята, но как бы... И наказать некого. Наказать некого, да. То есть нужно в суде там... Да, политической ответственности у нас еще как-то не существует в стране. Нет, не существует. Поэтому в принципе многие вопросы, которые решались в этом году в городском совете, они были в том числе и политизированы. И исключать человеческий фактор невозможно. Поэтому думаю, что вполне возможно, что и в следующем году вопросы интересов горожан могут стать ниже вопросов политических, политичной дотильности. Ну я очень надеюсь, что здоровый разум и логика победит. У меня есть еще один к вам вопрос, Александр Федорович. Смотрите, в том числе в социальных сетях очень многие, ну и в обсуждениях, и в статьях, в принципе это целый год так вот массировалось, очень многие люди разочарованы тем, что вы не пришли и шашкой не помахали. Вот я всегда считал, что вам необходимо объяснить, к какой стратегии вы идете и почему так происходит. Почему там нет такого, ну вот как люди любят немного крови, да, там жертв, чтобы вот там того судили, того выгнали. Почему именно такая была стратегия выбрана вами и вот что лежит в ее основе? Смотрите, все очень просто. Когда вы не разбираетесь в ремонте автомобиля, к вам, ну скажем так, вы разбираетесь в общем в машинах, вы специалист, как ремонтировать автомобили Ауди, и к вам приезжает автомобиль, там, Вольцваген. И прежде чем вы там принимаете какое-то решение, что сломалось то-то и то-то, вам надо немножко изучить проблему. То есть для того, чтобы изучить проблему, нужно какое-то время. Город это не автомобиль, который можно поставить в гараж и пока походить пешком, пока занимаешься изучением проблемы, анализом, аудитом, контролем и так далее. Город это живой организм, который с мэром или без мэра, с депутатами или без депутатов будет функционировать. У него есть службы, службы между собой работают, и они в зависимости от того, кто городской голова, они все равно будут работать. Другой вопрос, как? Эффективно или неэффективно? То есть в зависимости от того, как руководитель, как настроить работу. Поэтому я человек не из системы. Я никогда не был в управлении городом, в городской власти и не считаю это плохим. Я не считаю это то, что у меня не было опыта работы в бюрократической системе, там чиновничьем, как ее очень часто любят называть, аппарате. Я не имел этого опыта и я не стыжусь этого. За этот год я изучил процессы, нашел, скажем так, правила, которые нужно менять. Ведь если мы говорим, представляем себе работу городской власти как систему, у системы есть элементы, есть связи между этими элементами, то есть документы проходят от одного элемента к другому. Есть правила, по которым перемещаются эти же документы, события и так далее. Если менять элементы, это даст меньше всего эффекта. То есть одного человека выгнал, поставил другого. Все равно правила прописаны неправильно, все равно связи настроены неправильно. Какой смысл? То есть менять связь, это тоже не очень правильно. То есть это тоже даст, но небольшой эффект. Лучший эффект происходит, когда меняешь правила. На сегодняшний день мы заменяем, мы очень много меняем правила. На сегодняшний день мы приняли новую структуру. И пусть многие говорят о том, что она неправильна, она раздута и так далее. Мы будем ее уменьшать. Но на сегодняшний день нам делегировали очень много полномочий. Сейчас у нас есть полномочия регистраторов, министерства юстиции. Мы регистрируем права собственности, то, что делали раньше в министерстве юстиции. Права создаем юридичные и физичные усобы. Мы в ближайшее время нам еще обещают давать возможность регистрировать автомобили, права водительские и прочие, и прочие, и прочие страны. То, что во всей Европе собственно говоря делается. То есть вопрос того, что если есть какое-то количество людей, которые сократили там, да, вот не централизованно, то их нужно где-то, чтобы не появились. Правда? Ведь... Кто-то должен выполнять эти функции. Не может человек, который работал 8 часов, выполнять свою работу 8 часов, и еще за 8 за того парня, которого сократили в юстиции. Правильно? То есть они как бы... Должна быть эта работа проделана. Я прошу прощения, одну секунду. Уточните, пожалуйста, вы не этих же людей будете принимать, а создавать новых. Потому что потом вам ваши противники скажут о том, что Синкевич сказал в программе, что он возьмет этих ГАИшников себе на работу и с юстицией. У нас основная задача вообще единого окна является создание единого окна, и вот того центра административных услуг, который я хочу, чтобы мы в конце концов получили в городе, это отсутствие контакта заказчика с исполнителем работы. То есть для того, чтобы приходит человек, там сидит красивый парень, девушка, женщина, мужчина, которые принимают документы у вас, проверяют их совпадение. Паспорт ваш, ваш, сосканировали. Документы ваши, ваши, все, отправили. Эти документы ушли на сервер, на сервере их обработал другой человек, внес все правильные прописку, паспорт, все-все-все, поменял, выдал, и тот человек пришел и получил в едином окне свои документы. Через день, через месяц. Это вы планируете в следующем году? Я очень хочу, чтобы мы запустили в следующем году Центр предоставления административных услуг. На сегодняшний день у нас есть что-то подобное, такой тоже наш ЦНАП, но он очень не идеален, и это тоже одна из целей на следующий год. Что ж, спасибо большое, Александр Федорович, что были с нами, спасибо зрителям, которые целый год нас смотрели, активно участвовали в обсуждении, задавали неудобные вопросы представителям муниципальной власти. Мы надеемся, в следующем году мы будем продолжать этот цикл программ, потому что власть должна быть открытой, она работает для вас, для каждого из вас. С наступающим вам Новым годом! И вы еще с Александром Сенкевичем встретитесь в нашей программе с Игорем в деталях, которая выйдет в пятницу в 21.00, и в субботу в 14.00. Не переключайтесь, на телеканале Николаев всегда все самое интересное, самое главное и самое важное. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»